Всем привет! С вами Мария Арнаут. Вся наша команда Ньюсбокс на страже свежих, увлекательных, полезных и интересных новостей. Будьте в курсе всего музыкального и творческого. Начинаем! Ее шестое чувство. Юлиана Караулова и ее новый альбом «Чувство Ю». Третье официальное препати премии. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Как правило, каждый человек верит в пять основных чувств. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Но есть же еще и шестое чувство. Певица Юлиана Караулова точно знает, какое оно. Потому что накануне для своих поклонников она представила свой новый дебютный альбом «Чувство Ю». Как прошел сам концерт? Подробнее в репортаже. Звезды мне не горят, как ты, я, со мной. Верно, на пенсию разводят, ты не такой, ты не такой. Выпускница фабрики «Звезд пять» и бывшая солистка группы «Файста Фэмили» Юлиана Караулова не так давно отправилась в сольное плавание. После ухода из группы девушка записала свой дебютный трек под названием «Ты не такой», который впоследствии стал настоящим хитом. На сегодняшний день Караулова собирает всех близких и родных в одном из столичных клубов для того, чтобы презентовать свой дебютный альбом «Чувство Ю». Как признается, название ассоциируется с ней самой. Потому что это мое собственное чувство, шестое чувство, интуиция, сердце, ну, все называют это разными вещами, фразами, именами. У меня это называется так, и я очень рада, что мы с моей интуицией в ладах, она мне подсказывает какие-то правильные решения, верные. Мне кажется, любовь, двигатель всего на свете, без любви невозможно ничего, без любви невозможно музыка. Само шоу было насыщенное, с целой программой для поклонников. Пришли поддержать певицу в этот вечер, Эсте, Бьянка, певец Алексеев, а также звездные друзья, которые подарили свои хиты и множество пожеланий. Интересно, какие у них самые любимые чувства, вызывающие эмоции? Чувство М, чувство голода. Наверное, одно из самых сильнейших в нашей жизни. Чувство жажды. Я, в принципе, люблю людей чувствительных, эмоциональных, поэтому я за то, чтобы мы проявляли свое чувство. Страсть. Нежность. Любые чувства, которые вообще что-то вызывают, кроме негатива, кроме зависти, ревности, самые страшные чувства. Вот это мы говорим им пока. Чувство восторга, чувство защищенности, чувство уверенности в завтрашнем дне. Певица Юлиана Краулова сделала большой прорыв в музыкальной индустрии. Альбом «Чувство Ю» – прямое тому доказательство. Большое количество поклонников, ротации на радиостанциях – и это далеко не предел. Мы, в свою очередь, желаем певице успеха и с нетерпением будем ждать следующего альбома. Звезды российского шоу-бизнеса с нетерпением ждут результаты народного голосования. А зрители – предстоящую церемонию награждения, которая состоится 17 ноября в Крокус Питти Холли. Третья припати премия в Шахти Террас вновь порадовала публику, а звезды, в свою очередь, с зажигательными выступлениями. Кто за кого будет голосовать на премии и как звезды готовятся к ней – в репортаже Даны Ройнберг. Третьего ноября в клубе прошла уже третья по счету официальная припати четвертой реальной премии «Мьюзикбокс», которая пройдет уже 17 ноября в Крокус Сити Холли. Премия соберет под одной крышей лучших артистов и определенно подарит зрителям самые яркие впечатления. Впервые на премии «Мьюзикбокс» будут интегрированы церковые номера. Это от крутящихся роялей до летающих людей. Почему премия «Мьюзикбокс» – самая лучшая премия? Потому что она самая реальная. Я думаю, это банальный ответ. Но тем не менее, ответ так и есть. На третьей припати гостей порадовали своими выступлениями и просто зажгли публику такие артисты, как Алексей Воробьев, группа «Френды», «Олег Майами», «Лилит», группа «Винтаж» и «Серебро». А ведущими вечеринки стали Анна Грачевская и Алексей Шелест. Премия «Мьюзикбокс» – это самая реальная и крутая премия. Я ожидаю просто взрыва эмоций, очень красивых декораций, очень круто поющих артистов, которые в этот день украсят этот праздник. Как всегда, жду большого праздника, ярких выступлений артистов. И чтобы все прошло без очка, без задоринки, чтобы никто не нервничал. Все происходило с улыбкой, максимально профессионально, как обычно. Чтобы все получилось так, как задумано. Дорогие друзья, обязательно смотрите «Рашн Мьюзикбокс». Голосуйте за наших очень крутых артистов. И они будут дарить вам много классной музыки. Желаем всем номинантам огромную удачу, успехов и победы. И всегда отличного всем настроения. Ваша любимая группа «Винтажка». Осталось совсем немного времени до начала четвертой реальной премии «Мьюзикбокс», на которой заслуженные награды получат лучшие артисты этого года. А кто именно станет победителями, зависит только от ваших голосов. Это больше, чем сердце, это больше, чем небо, это больше, чем вселенная. Это «Рашн Мьюзикбокс». Даже мне интересно, как будет. Я даже не понимаю, как вы еще не купили все билеты, не зашли на концерт рук-рогу «Сити-колл» сайпе и не кликнули купить билет. Так что все бегом покупать билеты и вперед на премию «Мьюзикбокс». Уже завтра в 19.00 новый выпуск новостей. Все самое актуальное и грандиозное. Не пропустите, мы вам все расскажем. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала «Рашн Мьюзикбокс». С вами была Мария Арнаут. Пусть осень принесет вам счастливые путешествия и хорошие знакомства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова